Республиканцы и демократы оценили выступления Джей Ди Вэнса и Тима Уоллса после прошедших во вторник вечером единственных теледебатов среди кандидатов на пост вице-президентов Нью-Йорка. Сам поединок многие охарактеризовали как вежливая ссора на фоне заключительного этапа отвратительной избирательной кампании, омраченной подстрекательской риторикой Димпартии, цензурой и двумя покушениями на жизнь Дональда Трампа. Вэнс не позволил проводить факт-чеки только в его адрес, прервав эту попытку уже устоявшиеся среди левых СМИ, модераторы которых явно продолжают обслуживать интересы Димпартии. Ему даже отключили в итоге микрофон. И просто для уточнения для наших зрителей, в Спринфилде, штат Ахайо, есть большинство количества гаитянских мигрантов, имеющих юридический статус, которые временно защищены. Маргарет, я думаю, что это важно. Правила дебатов заключались в том, что вы, ребята, не собирались проверять факт-чеки. Но я вижу, вы снова пытаетесь прибегнуть к этому еще и в одностороннем порядке. И поскольку вы проверяете меня, я думаю, что важно сказать, что на самом деле происходит. Итак, есть приложение под названием CBP One App, в котором вы можете сдать заявление о предоставлении убежища или подать заявление на условно-досрочное освобождение. И вам предоставят юридический статус сразу же на границе в момент нелегального перехода, благодаря открытой пограничной незаконной политике Камала Харрис. Программа сама по себе не является чем-то вроде предоставления легального статуса, как утверждает Димпартия, по сравнению с подающими заявления на получение грин-карты и ожидающим ее 10 лет. Эти законы существуют с 1090 года. Спасибо, господа. Ничего подобного не было в законе с 1090 года. Это то, что создала Камала Харрис. Господа, зрители вас не слышат, потому что ваши микрофоны отключены. У нас так много всего, о чем мы хотим поговорить. Спасибо за объяснение судебного процесса. Нора? Еще напряженный диалог произошел ближе к концу дебатов, когда Вэнс, заявивший, что не голосовал, был за подтверждение результатов выборов 2012 года. 2020 года, если бы был на тот момент вице-президентом, заявил, что Димпартия уже в открытую занимается цензурированием не только в корпоративных СМИ, интернет-пространстве и учебных заведениях. Вэнс смотрелся уверенно и, наконец, начал блистать в рамках президентской кампании. Он возложил ответственность на Харрис за дестабилизацию Ближнего Востока с ракетными ударами Ирана и его союзников по Израилю и, фактически, возможно, начавшийся Третий мировой. А также за завоз миллионов иностранцев нелегально, а еще попытки построить им дома и дать субсидии на их приобретение за счет американских налогоплательщиков. Высокую инфляцию уже сегодня и недоступность цен для большинства семей, изменивших их привычный образ жизни за почти 4 года правления Харрис, а также уличил их во лжи, потому что Камела на самом деле не нужно обещать то, что она уже могла сделать, но не стала, будучи во власти, и теперь ее больше ничего не остается, как цензурировать политических оппонентов и рядовых американцев. Давайте поговорим о состоянии демократии, которое является главным вопросом для американцев после экономики и инфляции. После выборов 2020 года американцы избирательной кампании президента Трампа подали 62 иска, оспаривая ее результаты. Судьи, в том числе назначенные президентом Трампом и другим президентами-республиканцами, изучили доказательства и заявили, что широко распространенного мошенничества не было. Губернаторы каждого штата страны, республиканцы-демократы, заверили результаты выборов 2020 года и направили законный список выборщиков в Конгресс на 6 января. Сенатор Венс, вы сказали, что не подтвердили бы последние президентские выборы и попросили бы штаты предоставить альтернативных выборщиков. Это было названо неконституционным и незаконным. Вы бы снова попытались оспорить результаты выборов в этом году, даже если каждый губернатор сертифицирует результаты выборов американцев? Ну, Нора, прежде всего, я думаю, что мы сосредоточены на будущем. Нам нужно выяснить, как решить инфляционный кризис, вызванный политикой Камал и Хэррис, сделать жилье доступным, сделать продукты доступными. И это то, на чему сосредоточены. Но я хочу ответить на вопрос, потому что он был задан. Президент Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы. И я считаю, что мы должны бороться по этому вопросу, мирно обсуждать эти вопросы на общественной площади. И это все, что я сказал. И это все, что Дональд Трамп сказал. Помните, он сказал 6 января протестующие должны протестовать мирно. А что случилось 20 января? Джо Байден стал президентом. Дональд Трамп покинул Белый дом. И теперь, конечно, к сожалению, у нас есть вся негативная политика, которая пришла от администрации Харрис Байден. Я считаю, что у нас на самом деле есть угроза демократии в этой стране. Но, к сожалению, это не угроза демократии, о которой хотят говорить Камала Харрис и Тим Уолтс. Это угроза цензуры, когда американцы прекращают дружбу, длившуюся всю жизнь из-за разногласий по поводу политики. Это крупные технологические компании, которые заставляют замолкать своих граждан. А именно, Камала Харрис говорит, что вместо того, чтобы спорить и убеждать своих соотечественников-американцев, она хотела бы подвергнуть цензуре людей, которые занимаются, по ее мнению, дезинформацией. Я думаю, что это гораздо большая угроза демократии, чем все, что мы видели в этой стране за последние 4 года, а, пожалуй, за последние 40 лет. Теперь я действительно горжусь, особенно учитывая, что меня воспитывали два пожизненных демократа, синих воротничков, за поддержку Боба Кеннеди-младшего и Тулси Габбард, пожизненных лидеров демократической партии. И, конечно, они не согласны со мной и с Дональдом Трампом по каждому вопросу. Но мы и не должны соглашаться по каждому вопросу. Но мы едины по основным американским принципам и первой поправке, согласно которой мы должны обсуждать наши разногласия. Мы должны спорить о них. Мы должны пытаться убедить наших соотечественников-американцев. Камала Харрис занимается цензурой промышленного масштаба. Она приступила к этому сразу, как вступила в должность, во время COVID. Она сделала это по ряду и других вопросов. И это для меня гораздо большая угроза демократии, чем то, что сказал Дональд Трамп, когда имел в виду, чтобы протестующие должны мирно протестовать 6 января. Уолтсу чаще приходилось оправдываться. Он сильно волновался и постоянно совершал оговорки. То перепутал Иран и Израиль, то заявил, что он имеет хорошие отношения со многими школьными стрелками. Припомнили Уолтсу и его прошлые связи с Китаем, ведь он 30 раз посещал Китай и даже проводил там свой миндовый месяц. Он путался в показаниях о том, где был в момент беспорядка в Таймэне, то ли в самом Пекине, то ли в Гонконге. Республиканцы пытаются представить Уолтса проводником интересов Поднебесной и практически китайским агентом. Сразу после дебатов советник Трампа Джейсон Миллер сказал, что Венс и Трамп сделают страну более безопасной, добавив, что Венс показал, что их видение спасет Соединенные Штаты. А сын 45-го президента Дональда Трампа, Дональд Трамп-ладший, заявил, что дебаты по поводу основных СМИ были несправедливыми, добавив, что они не имеют никакого смысла. Я имею в виду, что мы в комнате для обсуждений дебатов, но нам нечего обсудить. Просто внимательно посмотрите на эти дебаты еще раз, и американский народ увидит все, что надо. Я думаю, что это действительно просто самообъяснимо. Это было невероятным выступлением. Мы действительно гордимся выступлением Джей Ди Венса. Я думаю, что это было совершенно невероятно. Я думаю, что он говорил с его сердца и говорил с фактами. И также, я думаю, когда люди не должны были проверять факты, снова стали играть в эти игры. И он отключил их реальными фактами, наповал. Я думаю, что он просто преподал им мастер-класс и заткнул их по всем направлениям. У него было невероятно успешное выступление. Реальность как будто сама говорила с американским народом. Вы не можете заболтать американский народ, когда люди чувствуют это каждый день. Я Дональд Трамп-ладший. Я беру своих детей в Макдоналдс, и у меня шок от того, насколько подскочили цены даже там. И это происходит из-за политики этой администрации. Я понимаю, что СМИ хотели бы притвориться, что у Камала Харрис нет долгой истории пребывания на посту в течение четырех лет. Она собирается выполнить все свои обещания только после выборов. По их словам. Почему она не выполнила еще ни одного из своих обещаний? Я думаю, что это реальная проблема для них. Люди это понимают. Они не могут притвориться, что ее политическая карьера началась всего месяц назад, когда ее поставили идти на выборы от действующей власти. Это смешно. Она вице-президент, возможно, самого отсутствующего в реальности президента в истории мира. Не только умственно, но очевидно тот факт, что он отбыл в отпуске 40% своего времени. Она могла бы сделать любую из тех вещей, которые обещает уже сейчас или четыре года назад. Джо Байден на прошлой неделе, The View, сказал, что он дал ей возможность сделать все, что она хотела бы сделать в его администрации. И реальность такова, что ее политика привела американский народ туда, где мы сейчас находимся. У Уэнс с Уоллсом говорили много конкретных актуальной повестки, от нелегальных мигрантов до экономики и абортов. И вице-президентские дебаты пошли на порядок лучше, чем президентские. Уэнс, очевидно, смотрелся сильнее даже в вопросах CNN. Его признали победителем. Я думаю, что мы должны признать факт преимущества. Я думаю, в вежливой форме Джей Ди Вэнс, пришедший на эти дебаты, чтобы нанести кучу ударов, смог это сделать. Он нанес много ударов между всеми тонкостями. Это то, что Тим Уоллс, казалось, не был готов к этому. За Уоллса теперь приходится оправдываться всему паникующему лагерю Демпартии. Хэрис и так критиковали за выбор напарника. Но теперь его слабость неподготовлена стала уже очевидна всем. Последние дебаты как раз показали, что республиканцы сейчас чувствуют себя довольно уверенно, они убеждены, что время скорее работает на них, а демократы в итоге сами себя закопают. Субтитры создавал DimaTorzok